Всем привет! Здравствуйте, мои дорогие! Ребята, хочу сегодня показать вам что-то интересное. Надеюсь, вы помните сумочку, которую я сшила по мотивам сумки Марины Михиной из герцогини Альба. Но в моем случае девочка с жемчужной сережкой. Это вышивка, которую сделала для меня моя подруга Лида Ерохина. Я оставлю ссылочки на видео с работами Лиды, и вы можете посмотреть, какие замечательные вышивки она делает. Вот эту вышивку Лида сделала специально для сумочки. И я сшила сумочку, используя жемчуг, так как девочка с жемчужной сережкой. Это одна из самых моих любимых работ Вермиера. И сегодня я вам покажу еще что-то. Посмотрите, пожалуйста, вот такие вот серьги. Их мне подарила моя дочь Лиза. Здесь тоже девочка с жемчужной сережкой. Овальные серьги, я так понимаю, что это какая-то пластиковая жесткая основа. Но как серьги они, конечно, не интересны. Поэтому сегодня мы будем их переделывать. И переделывать мы будем как? Я вам покажу сейчас еще работы, сделанные по мастер-классу Марины Михиной. Это Фрида Кала, в данном случае Сальма Хайк, которая играла роль Фриды Кала. Мне очень нравится эта идея. Я сделала бесконечное количество вот таких кулонов, брошей и подарила. Это, конечно, остались мои украшения. У меня есть еще у Лизы тоже такие украшения с Фридой Калой. Вы видите, что у меня два кулона. Минуточку. Сейчас покажу вам второй. Вот такая вот девушка. Сделано немножко по-другому, чем у Марины. У меня, девочки, это не распечатанный на ткани рисунок. Это рисунок, распечатанный на льняной бумаге. Поэтому у меня бумага покрыта палубным лаком. Этот лак дает немножко такой медовый оттенок, но все равно смотрится очень красиво. Картинка покрывается лаком для того, чтобы она не испортилась. То есть не выцвела и не испортилась от дождя. Например, если вы будете носить это на улице. Также я делала в такой технике брошь Фрида Кала. Посмотрите, даже подвесочка с буквой Ф. Очень мне нравится этот мотив. Сзади это кожа, застежка для броши. На кулонах то же самое, везде кожа. Давайте покажу. Вот различная кожа. И я покажу вам еще серьги, которые купила мне Лиза. Но вот с этими серьгами я даже не знаю. Может быть, я сделаю брошь из них. Во-первых, они очень тяжелые. Во-вторых, вот эта вот картинка, это обыкновенная бумага. То есть сделана почти как фотография. То есть просто так носить их нельзя. Буду придумывать что-то и с ними. Но сегодня из одной из сережек мы будем делать вот такой кулон, как Фрида Кала. За основу я возьму вот такой пластиковый разделитель для блокнота. Он уже черного цвета, поэтому подходит идеально. Убираем фурнитуру. То есть снимаем швензу. Смотрите, пожалуйста. Вверху осталось отверстие. Но у меня есть вот такая сережка-гвоздик с синим глазком. Она очень замечательно подходит сюда, маскирует отверстие и будет как бы украшение. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова с девочкой и из 2 сережки я подумаю может быть я сделаю брошь а может быть я сделаю еще один кулон но с жемчугом в этот раз у меня не нашлось очень мелкого жемчуга чтобы использовать его в украшении вот этой вот подвесочки ну тут у меня шарики видите серебристые черные то есть эта цепочка сделанная в виде шариков ну честно говоря хотелось бы жемчуга но в принципе я тоже довольна вот из такой как бы невзрачной сережечки получился замечательный кулон как вы видели обратная сторона моего кулона это кожа перфорированная и я прошлась по ней еще инка гольд античное золото оно выглядит правда как перламутр очень красиво у меня есть прям золото золото и вот такое перламутровое золото и бока я прошла каллиграфическими карандашами золотого цвета и черного и затем вот сделала тоже инка гольд чтобы выглядело немножко потемнее непонятно нравится мне очень нравится мне такие кулоны такие украшения еще раз спасибо марине михины за идею можно делать так абсолютно все замечательно посмотрите пожалуйста вот в комплекте с сумочкой очень даже замечательно вся я такая в девочках девочки с жемчужиной сережкой очень люблю эту картину этот сюжет просто обожаю замечательно ну вот дорогие мои показала вам как я сделала себе очередное украшение надеюсь вам было интересно пишите пожалуйста комментарии ставьте лайки дизлайки кому что нравится главное не оставайтесь равнодушными мне очень интересно знать понравилась вам эта идея с девочкой или нет ну а теперь буду с вами прощаться большое спасибо что посмотрели это видео заходите на следующее буду ждать всем всего самого самого хорошего будьте здоровы и счастливы и до встречи в новом видео всем пока удачи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok